ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер. Удобно. Красиво. Вот он мир привилегий с премиальной картой Мастеркард. Мастеркард. Давай, вставай. Стартовую снимай. Это вторая часть большого приключения «Орел и Решка. Чудеса света» на острове Новая Гвинея. Папуа, экзотика, ху-ху-ху. Антону выпало путешествовать со ста долларами. А я должна на яхтах, на вертолетах. Он отправился на райские острова, где увидел, как живут современные папуасы. Уважаемые пассажиры, желаю вам приятного путешествия на остров Вайгео. Ну ладно, они рыбу ловят. Вот чувак сидит с мачете. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Опа! Ааа! Уааа! А Алина с безлимитной картой взяла себе самый дорогой тур, чтобы попасть в самое сердце Новой Гвинеи в гости к первобытному племени Дани. Когда у тебя умирает близкий человек, то ты себе отрезаешь палец. Эту культуру понять нельзя, только почувствовать. В эфире программа «Тысяча и одна котека» или «Как избавиться от комплекса в папуасском племени». Украли мою жену. Сейчас мы всей большой семьей ее и убьем. Нет-нет, это мой подарок для вас. Нет, это наша традиция. Все вместе убьем свинью, съедим ее и ты станешь членом нашей семьи. Я не покупала бы эту свинью. Наши приключения в последнем раю на земле продолжаются. И сегодня вас ждет еще больше чудес. Надеюсь, не проснусь Антоном среду локопчения. Нормальный такой будильник. Краб и холод. Кроме краба-то тут никого и нет. Все из-за холода ушли в дом. Пока, дружище. Утром на улице своего поселка я услышал какую-то странную музыку. У меня одного в голове звучит. Тут целый огромный инструмент. Называется он бамбу-бэнк. По сути, это такой орган из полых бамбуковых палок разной длины. И за счет разности этой длины создается звуковысотный диапазон. Вон, видишь, насквозь полое. По праздникам этот бамбуковый орган ставят посреди поселка и на нем играют местные виртуозы. А в обычные дни на нем может слабать любой желающий. А смычок сделаем из подошвы тапка. Класс! Дамы и господа, музыкальный коллектив Бамбу-бэнк, художественный руководитель Малой, музыка народная, слова отсутствуют. Заказывайте наш коллектив. Свадьбы, юбилеи, жертвоприношения. Вы знаете, вся эта дружная семья – доказательство того, что если ты живешь в мегаполисе и тебе по каким-то причинам скучно, значит ты просто человек без фантазии. У этих ребят из развлечений есть только бамбук. И они умудрились сделать из него огромный музыкальный оркестр. Правда, в семье теперь вообще нет обуви, все пошло на инструмент. Но тут уж извините, искусство требует жертв. Опа! В племени Дани нет ни часов, ни будильников. Они просыпаются с первыми лучами солнца. Дети прыгают на скакалке. О, скакалка! У нас скакалка у местных ребятишек Лиана просто. Женщины работают на огородах. А у мужчин особых забот нет. Они просто сидят и на все это смотрят. Вот вождь Паул и решил показать мне свои владения. Папуасская деревня чем-то напоминает крепость. Все домики стоят по периметру, а в центре большой двор. Женщины и мужчины живут раздельно. Вот в таких маленьких домиках. Ой, прям в попу его посмотрела. Невысокие. Вот я сижу в приседке и головой достаю до потолка. Но в этом домике есть второй этаж и там все спят. А здесь можно сказать, что гостиная, где они встречаются и днем проводят свое время. А самый большой и длинный дом – это их кухня. Вот где все веселье – на кухне. Здесь мы разжигаем костер, закладываем в угли сладкий картофель, ждем пока он запечется и потом откапываем. Я точно так же делала в лагере в детском. А это для жара. Трубочкой разжигается костер. В нее дуешь и разжигаешь уголь снова, чтобы разжечь костер. Не знаю, как они сидят здесь. Ой, глаза очень щиплят от дыма. У меня прям слезится все. А мужчины сюда заходят? Нет. Здесь сидят только женщины с детьми. А вот и моя жена. Жена? Ее зовут Цхала. А меня зовут Алина. Ты очень красивая. А еще и очень сильная. Мы познакомились с ней на плантациях батата. Там было очень много женщин. Но Цхала работала лучше всех. Когда я увидел, сколько батата она может унести, я понял, что с такой женой не пропаду. Женщин здесь выбирают не по красоте и не по любви. Для папуасов лучшая жена – это сильная жена. Здоровая, выносливая, с широкими бедрами, чтобы не умерла при родах. А что нужно для того, чтобы взять женщину в жены? За женщину нужно платить свиньями. А сколько заплатил ты? Десять свиней. Напоминаю, одна большая свинья стоит по три тысячи долларов. Казалось бы, откуда у папуасов такие деньжищи? Напоминаю, мой тур стоит пять тысяч долларов. А за женщину вроде тебя он готов отдать двадцать больших свиней. Ох, никогда не оценивала себя в свиньях. Я собираюсь в экспедицию по островам, а чем меньше остров, тем дороже там базовые продукты. Поэтому лучше всего закупиться вот на таком местном рынке. На прилавках изобилие. Папайи, ананасы, плоды хлебного дерева, манго и местный фрукт – волосатый рамбутан. А вот рыбные ряды. Свежие красные груперы. Пучеглазые кальмары. Жареный тунец на палочке. Грозные крабы. Эм, в смирительной рубашке. У нас такое встретишь только в элитных магазинах. А для местных – обычные продукты, как для нас – картошка и курица. Сколько стоит эта рыба? 70 тысяч рупий. Рыба за 5 баксов. Это тунец? Для вас – тунец, а в Индонезии – это джакала. Вы знаете, что такое сашими? Да, конечно. Фантастик. Ты еще не в курсе, сашими – это просто тонко нарезанное филе сырой рыбы. Сашими. Ну это уже не совсем сашими, это мясная текила. Мальчишки, все к столу. Сашими готовы. Сейчас попробуем сашими собственного производства. Ммм. Ну как? Вкусненько. Ммм. Хоть местным и не очень нравится, но по мне отличный свежайший тунец под кисленьким соком лайма. Идеальное сашими или утро покажет. Собой лучше взять продукты, которые переживут жару. Вот продаются кокосы для ленивых. Чищенные и без твердой кожуры. Возьму с собой два кокоса. Это и еда, и питье. Ямадама, ямадама. То ли кабачок, то ли огурец-мутант. Сколько стоит? 10 тысяч рупий. Могу я купить один? А этот конверт – рис, приготовленный в банановом листе на пару. Картина обнажения риса. Яйцо броненосца. Возьму два. Сейчас скидочку выпью. Мистер, сколько стоит? 10 тысяч рупий. А, а может как-нибудь договоримся? А сколько сейчас? Шучу, броненосец яиц не несет. Это какой-то тропический фрукт. После экскурсии по деревне мы с местными девчонками отправились наводить марафет. Сегодня папуасы все чаще раскрашивают себя обычной зубной пастой. Так просто удобнее. И вот таких красивых Паул повел нас показывать свои владения. Это наш огород. Мы выращиваем здесь таро. Таро – главная еда папуасов. Сверху он похож на комнатный цветок, а под землей у него крахмалистые клубни. По вкусу, как обычный картофель. Он годится как для нас, так и для собак или свиней. А, то есть здесь в этом растении едятся не только плоды, но и листики потом, да? Да, молодые листья мы варим и потом едим с рисом. А на десерт папуасы выращивают себе сахарный тростник. Подождите, вот так просто всунуть и все, и он вырастет что ли? А вода нужна? Нет, не нужна. Но? Это настолько плодородная земля, что он просто вот так вырастет? Да. Здесь же папуасы собирают траву для крыш своих домов. Сначала мужчины срывают ее руками, а женщины уже связывают траву в снопы и несут к домам. А почему вы не берете мачете? Почему руками? Срезать нехорошо, а то будет плохо держаться. А, сопротивление должно быть. То есть когда отрезаешь ровно ножом или мачете, то не так хорошо держится крыша, если ты ее срываешь руками. Представляете? Лайфхак. А еще на огородах папуасов цветут наши бархатцы, смотрите. Чернобривцы – это наша квиточь. Чернобривцы носи аламаты. Да, очень хорошо получается. На острове Вайгео водится живой символ Новой Гвинеи – райская птица. На ее поиски я и отправился. Райские птицы, наверное, самые яркие в природе. У них умопомрачительные перья. А еще у райских птиц сумасшедшие брачные игры, которые не увидишь больше нигде в природе. В густых джунглях моего острова живет райская птица Уилсона. Это удивительное создание. Сейчас сами все увидите. Вот это, видимо, специальное, закрытое, укромное место. Такой шалаш из пальмовых листьев. Чтобы отсюда можно было наблюдать за птицами, они тебя не заметили. Вон, взлетела, взлетела. Вон, взлетела, взлетела. Перелетела с ветки на ветку. Сейчас ее прям хорошо видно. Самец птицы Уилсона – большой частюля. Он высматривает себе самое красивое место и очищает его от веточек и листиков. Для птички такая чистая площадка, вроде как для людей, романтичное кафе со свечами и шампанским, где можно сделать предложение. И знаете, для кого он старается? Вот для нее. Если самцы райской птицы пестрые и яркие, то самочки ненаряднее воробья. Все, сцена расчищена, остается ждать, когда клюнет какая-нибудь дама. И тут самца настигает облом. Эта птичка неуловимая, но тут придумали хитрость, как ее заманить под фотоаппараты туристов. Местный папуас переходит на его сцену и разбрасывает листья и ветки. Для птицы-перфекциониста это ад. Поэтому самец возвращается убирать сцену снова и снова и снова и снова. Красиво, но птичку жалко. Когда в племени Дани заканчивается еда, а туристы с подарками не спешат, папуасы отправляются на охоту. Сейчас у меня будет настоящий урок охоты. Эта стрела с тяжелым наконечником для дикой свиньи. А с зазубринами для кускуса. Кускус, ага. Кускус – это не только каша, но еще и милый сумчатый зверек. А вот эта раздвоенная стрела – для райских птиц. Ну все, начинаем самую гуманную охоту. Потому что сегодня кроме бананового дерева у нас никто не пострадает. Пашка, осторожно, могу в тебя попасть. Ну что? Ты не оттягивай так сильно. Немножко. Натягиваю и отпускаю. Ну, хотя бы она вылетела. Я просто за мир. Убийство, охота – это для мужчин, не для женщин. Ничего, через месяц научишься. Но для папуазов не уметь стрелять – позор. Они учатся держать лук с пеленок, и уже к пяти годам каждый пацан тут Робин Гуд. Потом в ход пошли копья. Это традиционная папуасская забава и называется она си-ко-ко. Нужно попасть копьем в кольцо, сплетенное из травы. И как здесь принято – удачную охоту нужно обязательно отметить танцем. А, юбка, не получается в юбке. Вот так можно. Хоп. Как красиво. На острове Вайгео я уже все посмотрел. Пора отправляться к новым чудесам – на другие райские острова. Я уже рассказывал, что передвигаться между ними тут страшно дорого. Арендовать одну лодку стоит 200 долларов. Но в первый день мне повезло познакомиться с местным папуасом. Я мистер Гениус. Я Антон. Он сказал, что поможет добраться до местного чуда – острова Кри. А куда тебе надо? На остров Кри, недалеко. Ну не знаю. Могу уточнить у своего друга, он вроде завтра собирался ехать на остров Гам через остров Кри. Если что, сможешь поехать с ним. Но тебе нужно будет скинуться на бензин. Где-то долларов 50. Это отлично, спасибо большое. Геннадий Попуасович, привет. Это ваш друг. Приятно познакомиться. Привет, я Бенни. О, я попаду на острова, если не сломаю ноги в шпагате сейчас. Оп! Еее! Бенни сказал, что в этом раю покажут мне что-то волшебное. Чудо начинается еще на подъезде к чуду. Вода настолько прозрачная, что кажется, будто ты не плывешь, а летишь над водой. На пути к острову Кри есть небольшая отмель. Обычно она скрыта под метровым слоем воды. Но во время отлива море отступает и на свет появляется райский пляж. Это какая-то фантасмагорье. Посреди воды вот такой, вот такой малюсенький кусочек суши белоснежного песка. КРАПИСЕЙНСКОНОЕ Вода здесь такого ослепительно-лазурного цвета, что при ее виде все фильтры в инстаграме просто застрелятся. Как только из-под воды появляются песчаные островки, на пляжах появляются и туристы. Тут главное не зевать и первым застолбить себе личный остров. С моего острова можно захватывать другие острова! Новорда! Теперь это моя территория. На моем острове можно быть бесконечно романтичным. На моем острове можно драматизировать. За что? Воды! Воды! Я не хочу тут умирать! Я еще не видел косаток! На моем острове можно оставить послание. Не такой уж остров и необитаемый. Большинство туристов приезжают на эту косу, чтобы сделать фотографии. Например, я звезда этого острова. Я посреди Тихого океана. Я держу целый остров на своей руке. Получилось? А мне пришла пора прощаться с деревней Паула и отправляться в следующее. Это тебе. Это все мне? Да. Спасибо большое. Но это еще не все. Мы очень рады, что ты к нам приехала. От всего племени и от меня лично прийми эти подарки. Ох, это сколько мне теперь мужчин надо найти на эти котеки. Подари их своим друзьям. Окей. Есть свободные котеки, мальчики? Умейте в виду. Я побыла в племени Дани всего один день, но этого было достаточно, чтобы представление о жизни первобытных людей перевернулось с ног на голову. Какой руке? Оп! Как выяснилось, племена каннибалов не такие уж и опасные, наоборот, очень приятные, дружелюбные и действительно встречают очень тепло. Мне кажется, это настоящее чудо света увидеть жизнь таких людей. Приезжай еще. Спасибо большое. А вот и он сам. Остров Крик. Лазурная гладь. Соломиные домики на курьих ножках. Настоящий рай в шалаше. И красота здесь на каждом шагу. Достаточно просто глянуть с пирса вниз. Вы это видите? Нереально чистая вода, отсюда видно дно, кораллы, рыбы, все как на ладони. Давайте так, пока Бенни занимается своими делами, я просто обязан вот тут все увидеть. Остров Кри называют священным граалем дайвера. И теперь я понимаю, почему. Вот там, вот там вот нереально красиво. Это не последний рай на земле, это последний рай в воде. В этом месте смешиваются воды Тихого и Индийского океанов. Так что тут живут обитатели обоих. Здесь и рыбы-бабочки, и голубые морские звезды, и леопардовый групер, и пестрые губаны, и даже лимонная рыба-флейда. А это шишколобые рыбы-попугай. Своими огромными клювами они откусывают куски кораллов. От этого в воде слышится хруст, словно кто-то грузет сухое печенье. Да здесь столько рыб, чтоб всех их не перечесть. И вот здесь в океане в очередной раз убеждаюсь-то, что жизнь появилась именно в воде. Ну и конечно, любоваться всем этим можно бесконечно. Все, я к своим моллюскам. Однако яркие цвета обманчивы. Вот посмотрите на эту рыбу. Она похожа на яркий тропический цветок, но это ядовитая рыба-крылатка. Если уколоться одним из 18 шипов, тебя ждет адская боль, паралич и остановка дыхания. А вот это – ракушки-тридакны. В их мясистые створки лучше руки не совать, а то захлопнутся и отпустят в лучшем случае через 10 минут. Для снорклера это смерть. А эти серые резиновые коврики – скаты-хвостоколы. На их хвосте прячется острый ядовитый шип. Именно от этого смертоносного кинжала погиб легендарный натуралист, бесстрашный Стив Ирвин. Но хозяева этих вот – акулы. Это черноперые рифовые акулы. Ребята, во-во-во-во, справа акула прямо передо мной. Вон она! Слушайте, чувствую себя внутри какого-то очень странного аттракциона. Справа, слева. Опа-опа, дерутся. О, вот сейчас было прям неприятно и страшновато. А-а-а! Она меня за ногу тронула! Да ну, с нахрене выходи! Да, бля, батя, просопи в спину! Вообще-то рифовые акулы боятся людей. Но там, где местные чистят рыбу и выкидывают потроха в воду – они частые гости. Давай, сзади, сзади сейчас за *** тебя хватит. И если у вас стальные нервы, можете приплыть сюда и испытать себя на прочность. Смой кровь со спины. А? Смой кровь со спины. Ну а то, что будет дальше, не вздумайте повторять. Ведущие «Орла и решки» – люди без инстинкта самосохранения. Слабоумие и отвад. А-а-а! Артур и храм кресло – моё кровь. А-а-а! Воспец. А-а-а! Артур и трех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это было страшно! Вот это было прям хорошо! Хорошо! Я смотрю на акулу, акула смотрит на меня. Да? Идиотизм, идиотизм, идиотизм. Была бы моя воля, я бы никогда не расставалась со своей премиальной картой Мастеркард. Деньги в безопасности, расплачиваться удобнее, чем наличкой, да еще и по любому вопросу – консервсервис к услугам. И это еще далеко не весь список привилегий. В стоимость моего тура за 5 тысяч баксов входит посещение еще одной деревушки племени Дани – Сампайна. В ней свои законы и свои шокирующие обычаи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Издавна своих вождей и самых великих воинов папуасы не хоронили, а превращали в мумии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятно познакомиться. Меня зовут Алина. Эту мумию зовут Виматок. Виматок. Эта мумия прапрапрадедушки этого клана, этого племени. Сколько ему лет? Четыреста пятьдесят лет. Четыреста пятьдесят? Если честно, вот я смотрю и мне трудно поверить, что это настоящая мумия. Кажется, что это, я не знаю, что-то сделанное для кино, знаете, из пластмассы и пластика. Прям видно все детали, пальчики на руках, на ногах. Поражение лица, конечно, жуткое. Как будто бы крик изображен. У племени Дани есть свой особый способ мумификации. Они удаляют из тела внутренности, смазывают его свиным жиром и три месяца коптят над тлеющими углями. А потом оставляют храниться в мужском доме. А почему мумия так сидит? Просто так ее было удобнее коптить. Сколько еще времени она сможет так храниться? Долго. В хижине есть коробка, в которой она постоянно коптится, даже когда все спят. Да, они верили, что в виде мумии славный предок будет оберегать их племя и после смерти. До сих пор есть шаманы, которые могут разговаривать с мумией, передавать просьбы умершим и расшифровывать послания с того света живым. Когда ты стоишь рядом с мумией, в это, в принципе, легко поверить. Если такое есть, почему на связь нельзя выйти? Можно, все можно. А иногда мумия и сама издает звуки. Серьезно? Звуки? Да, она словно что-то говорит. Так бывает, когда в деревне кто-то умирает. Но туристам об этом редко рассказывают. Я поняла. А сейчас люди могут такое делать? Нет. Рецепт забыт. И это последняя мумия? Есть еще одна в соседнем селе. Она предназначена для церемоний, а это для показа туристам. Ага. Можно сказать, что их прадед сделал хорошую инвестицию, потому что мумии 450 лет, а она все еще приносит пользу своему племени. Папуасы быстро научились зарабатывать на своих копченых предков. Вот эту мумию уже перефоткали толпы туристов и переснимали кучу тревел-шоу. Всего полвека назад эти люди жили как в каменном веке. Проводили жестокие ритуалы, коптили своих предков. Но благодаря туристам и их денежкам папуасы осовременились. Они уже давно ходят в обычной одежде. И заваривают растворимый кофе. Они провели электричество и обзавелись смартфонами. Пройдет еще десяток лет и пропасть между аборигеном и человеком 21 века окончательно исчезнет. Так что нам очень повезло, что мы успели увидеть настоящих, неиспорченных цивилизацией папуасов Новой Гвинеи. Акулы сыты, пора и самому перекусить. Кокосик. Вот только фрукты у меня есть, а ножа с собой нет. Собака. Кокос пропал, как и мое желание его пить. Может хоть кожурка. Кожурка еще хуже. На вкус как будто бы очень-очень жидкий кефир. Бабушка оставила на год, а потом заставила почему-то тебя его выпить в наказание, что ты не пошел в школу. Это прям ужасно. Мой вам совет. Если вы купили кокос без скорлупы, лучше пейте и ешьте его сразу. Иначе он забродит и ваш уикенд пролетит слишком быстро. Так, дальше милый желтый кабачок. Пахнет лучше, чем кокос. А вот выглядит как кабачок, который покрасили томатом. Еще и смотрели с шоколадными шариками внутри. Слушайте, так это же папайя. Просто мы привыкли видеть ее уже разрезанной зернышками. На вкус как очень спелая дыня в миксе с арбузом. Очень вкусно. А после забродившего кокоса просто рай. Яйца броненосца. Этот фрукт местные называют салак или змеиный фрукт из-за чешуи похожей на змеиную. Это дольки чеснока для очень сильно заболевших. Пахнет пока протухшим фруктом. Знаете, он на вкус как сочетание груши и зеленого яблока. Кисло-сладкий вкус, очень приятный. В принципе это все вкусно и экзотично, но лучше возьмите с собой гречу и консервы. Вот они точно не пропадут. А, и нож возьмите. Когда у нас закончились съемки в племенах папуасов, нам оставалось перелететь из Вамены в Саронг, чтобы встретиться с Антоном. Мы уже собрались выезжать, но… К сожалению, мы не можем молчать. Съемки «Орел и решка» приостановлены. Внезапно на улице раздались звуки взрывов и стрельбы. Весь город заволохло черным дымом. На улицах появились люди с оружием. С большими мачете и даже с папуасскими луками и стрелами. Вам нужно оставаться внутри, потому что на улицах очень опасно. Там люди поджигают здания. И очень скоро здесь будет очень много протестующих, полиции и военных. Лучше оставайтесь в отеле, здесь безопаснее. В один момент последний рай на земле превратился в сущий ад. Прячутся люди, прячутся. Не понимали, что происходит. Было видно, как люди выбегают из домов, пытаются куда-то уезжать. Собирают в панике очень быстро детей, все свои семьи. Аэропорт закрыли, отменили все рейсы. Как я уже говорила, по-другому из вамэна не выбраться. Дорог нет, только по воздуху. Мы здесь без связи, без интернета. На данный момент электричество есть только в нашем отеле. Весь город отрезан от электричества, все магазины закрыты, провизии практически нет. Оставалось только закрыться в отеле. Так в заперти мы просидели весь день. С балкона мы увидели очень много смога. Продолжали слышать выстрелы, абсолютно не понимали, что происходит. Мы уже думали, что не выберемся из этой передряги, но в сезоне чудес произошло чудо. В аэропорту приземлился военный самолет, который привез гуманитарную помощь. Каким-то невероятным образом нас согласились взять на борт. Лететь пришлось в грузовом отсеке, сидя на чемоданах. Но было уже все равно. От волнений мы просто повалились с ног. На следующий день мы узнали, что во время протестов на улицах в Амэне погибли десятки человек. Это очень большой фарт, что мы сейчас сидим в этом самолете на чемоданах. И это самая невероятная история, которая с нами приключилась. Я хочу снять свою команду, сори. Кто тут у нас? И Паша. И Паша. Путешествия в Новую Гвинею – это не просто еще одна туристическая поездка. Это самое настоящее приключение! Эту культуру понять нельзя, только почувствовать. За два дня мы побывали и в настоящем. И в прошлом. И в раю. И в аду. Мы навсегда запомним соленый вкус тихого океана и тепло белоснежного песка на острове Кри. Запах дыма от племенных костров. И смех папуасских детишек. Такие путешествия не забываются. Они остаются с тобой на всю жизнь. Опа! Ой, прям папу его посмотрела. Я никогда не буду прежним. Никогда не оценивала себя в свиньях. Мальчишки, все к столу. Опа! Опа! Так только? Я мадама, я мадама. Нашу бутылочку в папуа мы прячем на этом дереве. Сто баксов. Чтобы найти наш клад, отправляйтесь в город Вамена. Там на перекрестке улиц по Тимура и Трикора есть дерево, где между веток и спрятана наша бутылка. Ребята, советую вам поспешить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коконат есть, щуга есть, сагу нет. Здрасте. Здрасте. Ну рассказывай, как там? Знаешь, было интересно, очень классно. Но все время не покидало чувство, как будто бы чего-то не хватает. Помни, бегали термиты, я ночевала в соломе, шла через джунгли. Как будто бы рюкзака на спине не было. Слушай, мне вот он нисколько не мешал среди бесчисленных кораллов и райских пляжей. Может быть немножко. Нет, мне кажется, тебе тоже чего-то не хватало. Подарки. Это из племени? Да. Это не типа трубка мира местная. Не тяни в рот. Это одежда. Одежда? А вот как и куда, это уже не в эфире. 18 плюс. Пока, ребят. Давайте. А в следующий раз мы отправимся в Китай, в город Чэнду. На родину мягкого и пушистого чуда света – большой панды.